Обшарпанные, изрисованные граффити стены, прогнившие крышей, готовы рухнуть в любой момент шифер. Днём эти руины любили изучать школьники, а с наступлением темноты пристанище там находили менее благополучные группы населения. Не раз их вечеринки заканчивались крупными пожарами. Севастопольцы сноса опасного жилья добивались не один год. Дети сюда бегали постоянно, ну как любопытство. Что они там делали, как бы за руку не хватало, но наверняка где-то полазить посмотреть, где-то покурить. Последний у нас инцидент был серьёзный, у нас камеры это зафиксировали. Это как бы есть, когда начались пожары здесь и на Паршино одновременно, то есть парень целенаправленно шёл с каким-то пакетом, с ёмкостями. И буквально через минуту, как он вышел, здесь бабахнуло и начался активный такой пожар ночью. К сносу аварийного жилья приступили ещё в понедельник. Сложность выполнения работ заключается в том, что недалеко находится детский сад. Поэтому выполнять работы будут поэтапно. Сначала снесут первую половину дома, оставшуюся часть завалят в центр. Не даст возможности отходным каким-то падать и распространяться на территорию детского сада. И также снизим нагрузку шума и каких-то ещё негативных воздействий, чтобы детский сад и его воспитанники не пострадали, не почувствовали дискомфорт. Департамент городского хозяйства Севастополя к процедуре списания аварийного жилья приступил ещё в прошлом году. Людям, жившим там по программе фонда содействия реформированию ЖКХ, предоставили новые квартиры. Соответственно, начали мы процедуру, разработали проектно-осмертную документацию. И три домовладения аварийных у нас в этом году на снос. Это оборонная 3,5 и Грушево 11. Мы сейчас здесь закончим и перейдём на тот участок, то есть он тоже будет демонтирован. Постараемся в короткие сроки это выполнить, поскольку здесь жилая застройка. Завершить работы по сносу аварийного жилья подрядчик обещает до 5 июля. В дальнейшем нужно будет вывести и переработать весь строительный мусор и засыпать всю площадку песком.